Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернат-телевидения. Занятие сегодня у нас семинарское, вести занятие сегодня буду я, Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук и сегодняшнее наше занятие посвящено второму тому науки логики, учению о понятии книги 3. Мы переходим в раздел субъективной логики, это раздел последний и кажется, что мы таким образом сегодня завершаем изучение науки логики и это действительно так для обучающихся на первом курсе Красного университета, но, как я думаю многие вы поняли, изучение науки логики это процесс долгий, процесс который может длиться очень долгое время. Ну давайте перейдем к содержанию второго тома, содержание учения о понятии. После лекции, которую провел Михаил Васильевич в прошлую среду, были предложены вопросы для ответов, я предлагаю поступить следующим образом. Сначала выскажутся по этим вопросам здесь присутствующие, кто хочет высказаться, потом мы пройдем по тем работам, которые были присланы через систему дистанционного обучения. Товарищи присутствующие, кто хочет высказаться по предложенным вопросам, сказать пару слов, прошу, давайте. Кирилл Константин, служитель очного отделения, первого отделения Красного университета. Сущность как снятое бытие, через которую, понятие как снятое сущность, через которое просвечивает сущность. Снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Сфера сущности является снятием всей сферы бытия. Снятие означает отрицание и содержание. Поэтому бытие всплывает или же проявляется в таких категориях, как явление, существование, и затем в категории субстанция происходит снятие всей сферы сущности. Так как до этого было отрицание сферы бытия, происходит отрицание-отрицание. То есть снимается сфера сущности, и поэтому понятие является восстановленным через сущность бытие. Замечательно. Отлично. Спасибо. Так, кто еще хочет высказаться? Давайте. В порядке не важно, так и вопросы не важно. Не важно совершенно. Какие вопросы вы готовили по таким и отвечайте. Денис Мозговой, учащийся первого отделения. Пятый вопрос. Идея истины – это теоретическая идея. Истина – это соответствие понятия объекта и объекта понятия. То есть это идея познания мира. Все-таки, когда вы говорите про истину, непосредственно истину, она такая двойственная, она уже в себе содержит в некотором смысле абсолютную идею. Истина сама, просто сама по себе. А здесь мы говорим все-таки об идее истины. Вы правильно сказали. Давайте начнем с того, что такое идея. Просто, что такое идея? Ну вот мы говорим, что это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Да? Да. То есть это мысль, связанная, ну в некотором смысле связанная с целеполаганием. То есть идея истины. Ну и что здесь, о чем здесь идет речь? Что это за идея такая? Идея того, что… Что нужно делать? Что нужно делать? Познать мир. Да. То есть, а что значит познать мир? Ага. И лучше даже сказать не познать, а понять мир. Это будет более точно. Что значит понять? Изучить Иван. Ну, это так… Правильно, конечно. Но можно точнее сказать. Когда мы говорим «понять что-то», что это значит? Прямо в слове здесь уже ответ содержится. Ну, надо выразить как-то. Через что выразить-то? Через понятия. Ну, понятия – это значит выразить в понятиях. Вот. Значит, мы хотим мир выразить в понятиях. Причем выразить так, чтобы этот мир объективный соответствовал понятию, да? То есть, чтобы… Точнее, не так. Чтобы понятие, через которое мы выражаем этот мир, соответствовало этому миру. То есть, было соответствие. И пока здесь вот только такое соответствие. Мы должны правильно… Ну, или правильно выразить… Именно правильно пока выразить мир в понятиях. Установить соответствие между объективным миром, материальным миром и понятием. И, в общем-то, идея истина на этом заканчивается. Тут двойственности нет пока. Так. Да. И… Дальше пойдем? Дальше, да. Идея блага, идея добра – это уже практическая идея преобразования мира в соответствии с понятием истины. Точнее, с идеей истины. Так. А почему это благо называется? Что здесь под благом надо понимать? Вот слово «благо», как его здесь надо понимать? В каком смысле? Ну, смотрите. Вот я, например, крупный капиталист. На меня работает много рабочих. Приносит мне прибавочную стоимость. И если я еще больше хочу прибавочную стоимость, вытаскивать из этих рабочих, это будет благом для меня? Как это? На смысле, это… Для меня это будет благом. На этом благо не… Вот. Вот, вот, вот. Что значит, в каком смысле здесь понимается благо? И должно пониматься благо? Благо должно пониматься в соответствии с… Вот тут все завязано, на самом деле. Все категории, которые мы изучали, они здесь всплывают. И вот они все связаны с этим. То есть, это благо не просто абы какое. Оно имеет конкретное научное содержание. Это благо связано с развитием. Так? Да. Значит, если это благо связано с развитием, а что такое развитие? Рост? Нет. Как это? Что за рост такой? Мы же диалектику изучаем. Точно. Развитие – это движение простого к сложному, низшего к высшему. Так? Значит, вот это благо должно будет быть связано с этим движением. То есть, оно должно на самом деле… Но в развитии тоже там есть два противоположных момента, которые мы различаем. Регресс и прогресс. Так вот, благо здесь понимается в смысле прогресса. И поэтому в том примере, который я привел, увеличение эксплуатации рабочих на предприятиях, оно не соответствует прогрессу общества уже. Общества всего. И человечества всего. Соответственно, это в научном смысле благом не является. Хотя, с точки зрения отдельного капиталиста или даже класса капиталистов, благо вполне может являться. Да? А когда вот эта вообще мысль появилась-то вот… Ну, вот у Гегеля она выражена, да, идея истины, идея блага, она выражена в таком… Ну, как бы в… В таком еще неразвернутом виде. А когда именно материальную основу этому… Материальная основа вот эта вот появила… Получила эта идея истины, идея блага? Я могу только предположить, потому что… Так. Предположите. После написания Марксом и Картисом капитала? Нет. Ну, это уже после. Капитал – это уже более поздний труд. Есть ранний труд, где, если не изменяю, десятом тезисом идет вот как раз эта идея, приложенная к материальной жизни. Тезисы о Фейербахе читали? Нет. А Фейербах – это материалист, да, такой… Ну, фактически, учитель для Маркса и Энгельса. Но он был материалистом созерцательным. Он созерцал и описывал материальный мир. И вот в тезисах о Фейербахе Маркс десятом тезисом, если меня не изменяет память, может быть, одиннадцатом, говорит следующее. Философы до сего времени пытались описать мир, а задача заключается в том, чтобы изменить его. И вот в этот вот, когда эта мысль была выражена так четко и так остро, в этот момент как раз и появилась вот эта идея соединения идеи истины и идеи блага. Причем не просто в абстрактном форме, что это дух какой-то там самодвижения образует, как у Гегеля, а именно в приложении к материальному миру. То есть задача философа… Ну, под философом Маркс, скорее всего, понимал все прогрессивное человечество. Задача заключается в том, чтобы изменить мир, изменить в соответствии с понятием. А теперь вернемся к вопросу вот о благе, как раз об идее блага. Какая идея выше все-таки? Идея блага или идея истины? Идея блага. А почему? Потому что она в себе содержит идею. А почему? Это практическая идея. А почему она содержит? Как можно это показать? Ну, то есть на теоретической идее истины строится уже идея блага, как практическая идея. То есть уже идея преобразования. Ну, да. Для того, чтобы что-то преобразовывать, надо понять, как оно устроено и в соответствии с какими понятиями и какими законами преобразование должно происходить. И только после того, как мы выразили эти понятия и законы, тогда мы можем преобразовывать. Соответственно, вообще говоря, мы говорим что-то когда про абсолютную идею. Это единство идеи истины и идеи блага. Но, на самом деле, когда мы говорим про идею блага, в ней уже идея истины содержится. Просто абсолютная идея, так вот, у Гегеля уже получается. Он назвал просто единство идеи истины идеи блага, когда он в идее блага раскопал идею истины. И получается абсолютная идея. Отлично, замечательно. Спасибо. Спасибо. Так, кто еще хочет выступить? Давайте. Меня зовут Медведева Алиса. Хочу ответить на второй вопрос. Изначально понятие появляется как всеобщее. Всеобщее – это абсолютная отрицательность. Она не имеет никаких различий. А что она отрицает? Она отрицает… Вы это сказали, на самом деле. Вот тут, как бы, ну, когда вы говорите абсолютно отрицательность. Да, само себя. Да, все она отрицает. То есть, она отрицает все. То есть, как бы, она отрицает любое определение. Потому что, если мы какое-то определение возьмем, это уже будет не всеобщее. Да? Так. Вот. И дальше ищем определенность этого всеобщего понятия. Мы его отрицаем и получаем первая определенность – это особенная. Отрицая далее, мы получаем вторую определенность – это единичная. Так. Каждое из этих понятий, единичная и особенная, является как целокупность. То есть, как моменты одного и того же понятия. Ну, они являются моментами понятия, действительно. Но что означает целокупность? Что это значит? Это значит, что нет единого без всеобщего и особенного. И так нет всеобщего без особенного и… Ну да, что бы вы ни взяли, взяли бы вы всеобщее, взяли бы вы особенное, взяли бы единичное, как конкретно всеобщее. Вы все равно говорите об одном и том же понятии. И каждое из этих моментов образует целокупность. То есть, оно образует целое понятие. Оно в себя вбирает все остальное. Вот как тут получается. Здесь такая… То есть, нету ряда положенных всеобщего, единичного и особенного. А всякое всеобщее есть одновременно и особенное, и единичное. И нет никакого всеобщего, которое не было особенным и единичным. И так же верно для любого из этих моментов. Да? Да, все верно. Хорошо. Что-то еще? Пару, все. Спасибо. Замечательно. Криво, да. Я просто слушал по лекциям Кружка, и там Михаил Васильевич говорил, что мог ли я говорить, что это моменты. Значит, да, есть такое. Михаил Васильевич, я тоже это слышал у него однажды, действительно, я это слышал. Но пока объяснить, почему он… Этот вопрос, наверное, надо с ним вообще обсудить. Хорошо бы, да. Потому что мне непонятно, почему это не моменты. Моменты ведь это то, что неразрывно, да? Всеобщее неразрывно с единичным. Значит, это можно говорить, что это моменты. Вот тут надо у Михаила Васильевича, наверное, уточнить. Я в науке логики самой действительно… Ну вот, я не помню, называют ли там Гегель это моментами как таковыми, но в том смысле, что неразрывно всеобщее и единичное, и единичное, и особенное, в этом смысле они моментами являются с моей точки зрения. Но можно уточнить у Михаила Васильевича. Так, хорошо. Ну что, кто-то еще хочет выступить? Если нет, давайте мы посмотрим. Я так понял, что он говорил, что всеобщее, это всеобщее, особенно единичное, это все всеобщее. Это не моменты всеобщего, а и то всеобщее. Нет, это не моменты всеобщего. Это правильно, это не является моментами всеобщего. Это все моменты понятия. То есть понятие имеет своими моментами всеобщее, особенно единичное, и каждый из этих моментов образует целокупность. Вот какая тут штука. Ну просто мы же различаем, например, прихождение и возникновение, а здесь я так понял, что каждый из... Это просто как брать всеобщее, всеобщее как всеобщее, всеобщее как особенное, всеобщее как единичное, и каждая из них единичное есть, и всеобщее, и особенно, но нельзя же так сказать, что вот момент, например... Да, но потом, смотрите... Это как будто бы все становление. Значит, здесь становления уже никакого нету. Нет, я имею в виду. Да, здесь про моменты можем говорить что-то неразрывное. Вот то, что нельзя разделить никаким образом. Если мы говорим одно, то мы говорим другое. Но это моменты целого. Да. Моменты целого, например, были прихождения и возникли... Ну это было там, это было в учении о бытии. Там вот так моменты представлялись перед нашим... Они были моменты чего-то единого, а здесь... Да. А здесь они моменты понятия. Это единое понятие. Так что здесь как бы, ну вот... Ну, смысл в том, что нельзя взять, например, особенно не говоря о том, что оно всеобщее. Ну и что, а как... А можно сказать, момент... Нет, подождите. Так это и есть, и есть о том... Речь идет о том, что момент, это когда мы берем одно, а он неразрывно связан с другим. Ну тут их как будто бы три. И что? А что у нас... У нас это и в учении о бытии было. Момент в бытие для иного, момент в себе бытия и в нем бытия. Тоже три момента. Ну в нем бытие это же не... Ну это момент нечто такое же. Ну это такое целое. Ну как это момент нечто изменяющегося. И в себе бытие момент изменяющегося нечто. И в бытие для иного момент изменяющегося нечто. Конечно, когда мы говорим про моменты, мы имеем в виду два, и одно без другого неразрывно существует. Есть одно без другого. Нельзя одно взять без другого. Точно так же, ведь здесь мы их будем различать, всеобщее и единичное. Дальше мы будем различать, когда мы будем суждения выводить, изначальная форма суждений такая, единичное есть всеобщее. Смысл в том, что мы же можем сказать, что всеобщее, и мы не берем единичное. Оно же не выходит, оно выходит особенно из всеобщего, а не единичное. Как суждение выводится дальше у Гигеля? Он рассматривает форму такую, единичное есть всеобщее. Да, субъект есть предикат. То есть, вот он сводит все к этому. А потом всеобщее есть единичное. Это две разные формы. То есть, как? Ну, если это одно и то же, так давайте только говорить о всеобщем. И все. И мы никуда дальше не продвинемся. У нас суждений никаких, мы суждений и умозаключений, мы их не выведем никаким образом. Так что, вопрос резонный, наверное. Еще раз повторяю, я этого Михаила Васильевича слышал, тоже. Я обратил на это внимание. Что в последнее время он про моменты не говорит так. Но до этого про моменты мы с ним разговаривали. И он говорил это на лекциях. И мне кажется, что говорили о моментах вполне разумно. Он говорил в изменяющее мнение, что это не три момента в нем бытие, а в себе. Да не три, ну, вы когда каждую пару, ну как, вы возьмите момент в нем бытие и момент бытия для иного. Это моменты? Два момента? Два момента. Возьмите бытие в себе бытие и в нем бытие. В нем бытие оно же подразумевает, что есть в себе бытие и бытие для иного. Так они и то, и другое, и третье подразумевают всех остальных. Возьмите бытие в этот момент, например, вот здесь, взять момент перехождения и сказать, что это тоже два момента. Нет, нет. Когда я говорю про в нем бытие, я подразумеваю бытие для иного. И в себе бытие. И в себе бытие. Так вы видите, что они неразрывны? Ну, так это неразрывны в себе бытие и бытие для иного в нем бытие неразрывны. Но они в себе бытие, в нем бытие и бытие для иного, типа как будто бы три их. Ну, естественно, мы когда берем каждую пару, вот каждую пару из этих, из этих возьмите, каждую пару возьмите, и они будут представлять момент. Неразрывное, что-то неразрывное в нечто. Вот в этом нечто каждая пара будет неразрывна. И это легко доказать. Каждый из них будет момент. И в этом смысле мы говорим, что три момента. Но их нельзя как бы взять три момента одновременно, да. Три момента одновременно, как говорите, одновременно, как три момента, ну, не очень хорошо. Если тут три пары момента. Нет, не три пары. Здесь нет, ну, просто говорим, три момента. Но не в том смысле, что мы их одновременно рассматриваем. Рассматриваем их, они по одному появляются. И связаны они друг с другом. Все. Так, давайте пойдем дальше. Дальше у Михаила Васильевича, как я сказал, можно узнать этот вопрос, прояснить. Что же вы не задали ему этот вопрос на прошлом занятии? Надо было задать его момента. Не говорю. Ну, может быть. Хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, у нас были присланы какое-то количество работ в системе дистанционного обучения. И по этим работам давайте я дам комментарии. В целом, хочу сказать, что работы изложены на высоком уровне. То есть, видно, что слушатели читают науку логики и читают ее явно не первый раз. То есть, как бы товарищи продвинулись в изучении науки логики. К сожалению, мне пришлось поставить одну оценку неудовлетворительно, не зачет, прошу прощения, но не защтено. Но это значит лишь то, что товарищу, которому я поставил такую оценку, нужно просто ответить на вопросы заново. Исправить те ошибки, которые имели место быть. Ну, я скажу об этой работе отдельно, но нам не буду называть фамилию, чтобы особо товарищей не смущать. Так, давайте сначала поговорим про работы, про замечания, которые я сделал к работам. А потом перейдем, я зачитаю тех, кто получил зачет. Оценку зачтено. Так, Никита Ирикович Абсалямов разворачивает вопросы об идеях истины, блага и абсолютной идеи. И говорит, истина это соответствие идеалу и процесс движения к нему. Все-таки, первое, что хочу сказать. Я не понимаю, почему вы утверждаете, что истина соответствие идеалу. И что вы понимаете под идеалом здесь? Вообще говоря, идеал это категория из первой книги науки логики «Учение обытии». Когда мы рассматривали там бесконечное и его моментом конечное, вот идеальным, идеальное, называлось именно конечное. А бесконечное, а бесконечное называлось реальное. И здесь вы почему-то говорите, что истина это соответствие идеалу. Неправильно. В каком смысле? Это неверное утверждение. И процесс движения к нему. Что такое процесс? Процесс это все-таки некое движение, связанное со временем. Поэтому говорить здесь про процесс не совсем точно. Дальше вы говорите об идее благо. Идея благо – это статичная, неразвивающаяся идея. Непонятно, почему она статичная и почему она неразвивающаяся. Не имеет отношения то, что вы пишете, к идее благо. Дальше. Абсолютная идея. Это идея саморазвивающаяся и познающая себя. Как это так? Если абсолютная идея – это идея единства, идеи блага и идеи истины, то есть познание мира и его преобразования, то как же она саморазвивающаяся и как она познает себя? Это идеалистическая такая картина. Идею истины и идею блага и единства этих идей может развивать и приводить в жизнь только высшая форма материи. То есть человек. Именно к человеку это относится. Идея познания. Потому что только человек может выразить в понятиях. Потому что для того, чтобы выразить в понятиях, ему нужно как минимум выразить при помощи слов, при помощи языка какого-то. Потому что выразить в понятиях без языка невозможно. Нельзя нарисовать. Даже если я нарисую какие-то формулы, они, эти формулы, опосредствованы языком. Поэтому здесь речь, конечно, идет об именно материалистическом таком понимании и о том, что именно человек как единичное и человечество как всеобщее реализуют эту абсолютную идею. Иван Сергеевич Аксиониди отвечает тоже на вопрос об абсолютной идее и пишет. Абсолютная идея – это единственная существующая подлинная реальность. Первопричина всего окружающего мира, его предметов и явлений. Мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить. Но это вот как бы разговор про Бога здесь очевидно идет. То есть вы под абсолютной идеей понимаете Бога. Причем тут можно Бога понимать, я понимаю, именно в широком смысле. Дух с большой буквы – это то же самое, что и Бог в данном случае. И у Гегеля действительно абсолютная идея – это воплощение духа. То есть все началось с идеи, она развивалась, развивалась и в конце концов познала саму себя. И такой вот завершился идеалистический круговорот. В действительности это начало о том, что некое существует дух и идея в самом начале, и она к себе возвращается, можно отбросить. И все тогда категории рассматривать их как отражение материального мира, диалектические категории. Если мы их рассматриваем как отражение материального мира и говорим об абсолютной идее, как раз в том смысле, в котором был один из вопросов, на который, кстати, товарищи очень хорошо отвечали. Диалектика материалистическая логика – движение категории субъективной логики. В этом вопросе как раз приходится раскрывать то движение категории, которое имеется в учении понятий, но в переставленном виде. И как раз там естественным образом появляется категория жизни человека, и мы переходим к субъективному, к субъективизму. И как раз этот субъективизм, субъективность заканчивается абсолютной идеей. То есть абсолютная идея, она применима именно к человеку, а не к мировому духу, обладающему самосознанием и способностью творить. Идем дальше. Бикмаматов Азад Акалбекович, город Кыргызстан, республика Кыргызстан, извините, город Бишкек. Хороший ответ у товарища. В конце тока пишет, абсолютная идея – это тождество теоретической и практической идеи. Тождество в смысле единства. «Главное – это господство над обстоятельством сознания дела». В каком смысле «главное»? Что это значит? Вы даете определение свободы. Свобода – это господство над обстоятельствами сознания дела, сознанием дела. Но почему это «главное»? Что это значит? действительно если вы реализуете абсолютную идею то вы познали мир вы в этом смысле господствуете над обстоятельствами сознанием дела но это господство она может быть столько вот в смысле идеи истины даже идеи то что я понимаю как устроен мир а в действительности его нужно и преобразовывать то есть вы здесь даете эту категорию свободы она связана с абсолютно идеи конечно же потому что свободен только может быть только тот человек который понял не понял мир и начинает его в соответствии с этим пониманием преобразовывать иначе свободы свободы не достичь смысле определения свободы как господство над обстоятельствами сознанием дела но что значит главное здесь вывод как-то не точно даниэль эдуардович бронте идея истины под истиной понимают прежде всего то что я знаю как нечто существует это истина лишь по отношению к сознанию или формальная истина это голая правильность истина же в более глубоком смысле состоит в том что объективность тождественна с понятием и последнее правильно а вот то что вы начали раз рассуждать о том что нечто просто существует да это ну так сказать самые азы диалектики да это самое самое начало диалектики тут не нечто и не существует а просто все есть чистое бытие про все можно сказать что она есть и без дальнейших без всяких дальнейших определений и это никакой истины не будет это вообще чистое бытие не катение не является еще истинной категории тут вы говорите про формальную истину вот это вот из какой-то такой из какого-то учебника по всей видимости взяли но правильно тут тут дальше у вас указано что истина состоит в том чтобы объявить что объективность тождественна с понятием но мы так не говорим можно так говорить а при если под объективностью под объективностью понимать материальный мир что он должен быть тождественна с понятия ну да то есть он правильно должен быть выражен в понятиях все предыдущее развитие мышления содержит в себе доказательство что идея есть истина вот это я совсем не понял какое все предыдущее развитие мышления у гегеля вы найдете когда он говорит про идею что это есть идея есть истина да у него есть такое утверждение что значит все предыдущее развитие мышления там в наук и логике не вне есть развитие мышления а это есть движение самодвижение категорий изучающих которые отражают движение мысли никому не развитие мышления так да здесь вот вы хорошо дальше сказали идея благо может найти свое дополнение единственное лишь в идее истинного правильно но идея благо совершает переход через самое себя в умозаключении в действовании первая посылка это непосредственное соотношение благой цели с той действительностью который эта цель овладевает для субъективного понятия благо объективно это полагаю что вы тут у гегеля это взяли но мысли вот это абсолютно правильно хорошая то есть а посредством она идея благо идеи идеи истина да и идеи истины из идеи истины содержится в идее благо дальше вы говорите про абсолютную идею и выделяете почему-то три аспекта ступит субстанциальный абсолютная идея как абсолютная субстанция имманента присущая миру и определяющего его развертывания второе аспект активности деятельности как проявление имманент на присущий ей способности к самосозиданию и саморазвитию и третье это самосознание абсолютная идея как сознающая себя тотальность не знаю где вы это взяли но выглядит здесь очень идеалистично что такое самосознание абсолютная идея как сознающая себя тотальность абсолютная идея все-таки она применима к человеку поэтому она сама себя никак не не сознает и в этом смысле тотальностью от слова то то она не является руслан владимирович быковский отвечает на первый вопрос о сущной о понятии как бытие через которого через которая просвечивает сущность погружение в бытие и познание сущности этого бытия в итоге приводит к снятию этого бытия вы начали с самого начала кажется и тут запутались в трех соснах и так бытие отрицала себя снимала себя и мы и и переходила в сущность да вот здесь кстати когда я тоже зачастую так люблю это сказать мы мы здесь никакого мы на самом деле нет бытие перешло в сущность отрицая само себя сущность сама отрицалась также и возвращалась к бытию через такие категории как явление действительная субстанция и вернулась быть но это уже не то самое бытие с которого мы начали а бытие с с возвращением к самому себе ну то есть через которое просвечивает это самая сущность но это бытие есть понятие вот и все так идем дальше сергей владимирович высоковских химизм объединение частей атомов которые обладают новыми свойствами я бы так не стал говорить почему вы сводите химизм именно к атомам вот когда гигель говорит про механизм это просто внешнее соединение частей безразличных друг другу а когда мы говорим про химизм это соединение частей получают внутренние связи то есть устанавливаются внутренние связи между этими частями и моментом присущими этому соединению и это будет химизм если мы говорим про атомы там про молекулы то вы мы прямо говорим про химию а в целом вот и слова химия здесь она как бы не обязательно химизм и химия это не они идентичные категории про тот химизм он все-таки гегель понимает внешнее соединение опять же но который имеет внутренние связи уже не безразличные друг другу алексей михайлович даровский даровской извините пожалуйста идея блага это идея которая представляет собой цель создания ценности противоположность блага отрицательная ценность ну вот это вот то что как бы я и говорил да создание ценности какой-то здесь идет и это увязывается с идеей блага хотя мы разобрали в самом начале что надо благо связывать не с созданием ценностью а с моментом прогресса в развитии человеческого общества как такового а создание ценности в развитии человеческого общества не всегда выражает момент прогресса как да и вы пишите что противоположность блага это отрицательная ценность что такое отрицательная ценность, непонятно вообще. Абсолютная идея. У Гегеля абсолютная идея это выражение всего сущего. Абсолютная идея предшествует всему объективному и материальному. Ну неправильно, у Гегеля нет такого. Нет чтобы она предшествовала всему объективному и материальному. Абсолютная идея у Гегеля прямо написано, что это единство идей блага, идей истины. Да вокруг нее он навернул, Потом ему надо получить в итоге возвращение к духу, закончить это движение, которое он начал в самом начале. Но это идеалистическая картина, которую мы как материалисты трактуем, материалистически отбрасываем в данном случае. Дасан Жумагильдиев. Идея есть мысль, отвечающая на вопрос, что делать. А идея блага или идея добра? Есть идея преобразования жизни. Так. Что делать? Да, идея преобразования жизни, ну не просто преобразование, да? А преобразование в соответствии с идеей истины. Не просто так преобразовываем жизнь. И на самом деле не только жизнь, а материю. Когда мы строим новый завод, мы формально эту жизнь не преобразовываем. Мы преобразовываем нематериальное что-то. Мы преобразуем материю. Когда мы разрушаем заводы, когда не мы, а когда наши так называемые капиталисты разрушают заводы, они тоже на самом деле занимаются преобразованием материи. Так-то. Вполне себе преобразование материи. Но это не есть идея блага, идея добра. Потому что это соответствует моменту регресса в развитии. Соответственно, идеей блага это не является. Так. Максим Анатольевич Заварин, город Тюмень. Да, Максим Анатольевич наш товарищ. Я выделил его работу. Просто хочу отметить, как товарищ излагает свои мысли. Очень мне понравилась работа. Все очень точно выражено и связано. У него ответы на 5-й, 6-й, 7-й вопрос. По каждому тут буквально 3 предложения. Но все очень точно и связано. Максим Анатольевич молодец. В этом смысле. Евгений Владимирович Зеленков. Понятие, как снятая бытие, через которое просвечивает сущность. Товарищ отвечает на этот вопрос одним словом. Субъективность. Единство, единичного, особенного и всеобщего в понятии. Товарищ отвечает на этот вопрос одним словом. Объективность. Что имеет в виду товарищ? Непонятно. Механизм, химизм, телеология. Категории объективности. Это правильно. Механизм. Понятие выступает как единство. Как единство чего? У Гегеля прямо там написано. Нагромождение, куча, внешнее соединение частей. Химизм. Взаимосвязь, единство с множеством. Ну, нету там, я не нашел. Что такое взаимосвязь? Единство с множеством. Телеология, целеполагание. Да, это правильно. Калентьев, Иван Сергеевич. Словакия. Деревня Волканова. Да, вот товарищ правильно пишет в целом все. Получается такое движение. Сначала берем то, что есть, бытие. Потом отрицаем, углубляемся в это бытие. Потом снова выходим из этой глубины. То есть вы по форме-то, точнее по содержанию пишете верно, а по форме неправильно. Потому что не мы выходим. Получается, что как бы нечто третье идет от бытия, потом выходит в сущность, потом выходит в понятие. И это какой-то внешний наблюдатель. Кстати говоря, это дух. Точно так же можно говорить, что это вот дух так наблюдает за этим саморазвитием. А на самом деле бытие само себя отрицает. Не мы его отрицаем. Мы лишь констатируем это отрицание бытия самого себя. Дальше бытие снимает себя и переходит в сущность. Сущность снимает себя и возвращается к бытию, в котором эта сущность просвечивается. И получается понятие. А не мы выходим из этой глубины, не мы сначала берем, не мы отрицаем и не мы углубляемся. Так. Единство единичного, особенного и всеобщего в понятии. Единичное содержит в себе и всеобщее, и особенное, и единичное. Единичное содержит в себе единичное? Не очень хорошо. Единичное содержит в себе и всеобщее, и особенное. Это правильно. Поэтому единичное самое богатое определение. А вот это я не очень понимаю. В каком смысле богатое? Что это значит? А всеобщее не содержит в себе единичное? Всеобщее и есть только как единичное. Поэтому неправильно здесь говорить, что единичное – самое богатое определение. Единичное – это конкретно всеобщее. Идем дальше. Так, или делаем перерыв 5 минут, я думаю, что время. Давайте сделаем перерыв и потом продолжим, да? Про Фейербаха это какая-то конкретная книга. Тезис о Фейербахе. Это очень популярная заметка на страничку, но она такая мощная. – Да. – А разве в нем бытие – это не, так скажем, в себе бытие и бытие для иного, то не получается в нем бытие, а в нем бытие, которое сохраняет в себя это определение и характер. И тогда определение характера – моменты, изменяющие мечты. – Да, ну так они и моменты, и определение их характер – это два нечто, как моменты одного нечто. То есть это нечто представлено как становление, да. – Да, но до этого-то мы что, все-таки, когда мы говорим об изменяющемся нечто, у него сначала два момента просто. Бытие для иного и в себе бытие. Но вот Гегель замечает, что во в себе бытие есть такой, ну, еще один момент, связанный с тем, что противостоит в себе бытие, бытию для иного. – И в нем бытие. – И в нем бытие, да. И мы таким образом получаем в нем бытие. – Я просто вот сколько ни читал, я не нашел там такую последовательность. Я нашел последовательность, что берется в себе бытие и бытие для иного. – Да, все правильно. – Потом сохранение его является… Нет, там не появляется изменение. Появляется сначала в нем бытие, как противостояние. Потом это противостояние, которое сохраняется, является определением, и потом ему идет вторая пара, ну, как характер. И тогда вот это уже появляется как изменяющаяся нечто, а не просто, что оно равенствуется, а не равенствуется, а не равенствуется. – Вы хотите сказать, что моментами не называют в себе бытие для иного? – Нет. – Момент изменяющего нечто – это определение характера, а не в себе бытие и бытие. – Так и то, и другое – это моменты изменяющего нечто. Почему нет? – Нет, ну, мы рассматриваем изменяющие нечто определение, например, определение, да, и мы говорим, что это в себе бытие, и у него есть момент равенства и неравенства с собой. Ну, то есть, даже характер можно взять как в себе бытие, у которого есть момент равенства и неравенства с собой. Ну, то есть, тогда это получается… – Нет, характер – это определенность, которая есть лишь бытие для иного. Вот именно так определяется. А с другой стороны… – Ну, бытие для иного, значит, у него тоже должен быть момент… – Ну, конечно, так и понятное дело, что характер и определение связаны друг с другом. – Ну, я просто… – Через характер можно поменять определение, через определение можно поменять характер. – Да, я согласен. – Просто думаю, что у меня казалось, что моменты получаются как будто бы два, а потом получается в нем бытие, а потом это в нем бытие как определение и характер получается изменяющиеся нечто. – Именно положили, именно нечто положено, как два нечто, которые являются одновременно моментами одного нечета, когда мы рассмотрели определение и характер. – Изменяющиеся нечто. – Ну, любое нечто изменяющиеся. Может быть просто нечто. У нас никакого… Кроме того, когда мы нашли изменяющиеся нечто, у нас никакого другого нечета вообще нет. Поэтому там просто нечто, а уже все осталось того момента, как мы сказали, что любое нечто изменяющееся… Все, с этого момента, когда мы говорим «нечто», оно всегда изменяющиеся. – Так Dare een изменяя, когда мы увидели определения характера, и потом уже смотрим, что они вместе ограницали, то есть качественные… оно изменяющееся как только мы показали что любое нечто изменяющийся все с этого момента когда мы зафиксировали что любой нечто изменяющиеся даже чтобы не говори когда мы говорим нечто мы имеем ввиду изменяющиеся нечто ну просто и на я еще раз просто смотрела я не встречал там изменения является в себе, бытие и бытие длинного, то есть равенство и неравенство с собой, типа бац, и смени. Хорошо, давайте мы этот вопрос отложим, а сейчас пойдем по вопросам, связанным со сферой понятия, субъективностью. Надо это закончить, я тут начал как раз про моменты смотреть. Ну тогда оно бы объединялось, то есть даже в моменты, как всеобщее, всеобщее, особенно единичное. Тут нет такой прямой связи, вот точно так же, мы совершенно в другой сфере находимся, в сфере понятия, почему тут должно быть что-то точно так же. Ну просто я тоже у Михаила Васильевича часто слышал, что если мы берем единичное, то есть там роза, она является и, ну то есть Антоновка, Антоновка, которая у меня, она есть и особенная, и всеобщая. А если мы говорим о всеобщем, ну как бы оно всех объединяет, но конкретно вот эту Антоновку будет самым богатым, самым полным того, что она содержит в себе особенное и всеобщее. Нет, всеобщее же содержит все особенности. Когда мы говорим про всеобщее, нет такого всеобщего, чтобы не было единичным. Когда мы говорим о человечестве, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду конкретных людей, то есть человечество есть только как отдельные люди, по-другому человечества нету. Но есть же разница моментов, то есть, например, прихождение это не возникновение. Вы пытаетесь вернуться, прыгнуть назад и для вас моменты только прихождение и возникновение. Для меня моменты это противоположные, которые соединяются. Моменты это нечто неразрывное. Ну а если они в одном, то значит они разные. То есть есть разница между ними. Да, таковы, ну вы различаете, ну как мы, если мы говорим просто, это единичное и всеобщее. Ну оно все равно. Мы же говорим, что это единичное и всеобщее. Ну мы говорим, когда мы говорим о единичном, мы говорим сначала, всеобщее, особенно единичное. Да. Ну а это как бы это все одно целое, просто с разным как бы Zoom рассмотрением. Нет, я вот как-то Zoom здесь не стал бы применять. Почему? Что за Zoom? Ну там весь мир, страна, город. Так и что? Ну всеобщее, это весь мир, который включает в себя все эти страны. Он не включает в себя, он есть только как. Есть, есть. Это не одно, это не матрешка. Это не матрешка, это одно и то же. Ну я говорю, что это одно и то же. Ну мы же слышали, что мы называем их по-другому. Вы отличаете человечество от человека? Вы слышите, что я говорю разные вещи? Это моменты всеобщего вы хотите сказать? Это моменты понятия. Понятия человечества. Есть понятие человечества. Оно можно как всеобщее брать, как человечество, а можно брать как одного человека, как единичное. И это будет, и мы говорим, что человечество есть человек. Всеобщее есть единичное. И это утверждение мы начинаем рассматривать разным. Но вы же видите, что мы сказали, всеобщее есть единичное. А Гегер специально подчеркивает, что нельзя говорить всеобщее есть всеобщее. Это будет тавтология. Единичное есть единичное. Это правильно, наверное, он имел в виду моменты всеобщего, то есть нельзя сказать. Нет, то, что нельзя сказать, что это все моменты всеобщего, то есть вот это точно нельзя. Это именно моменты понятия. Вот это вот да, это правильно. Так, поехали дальше. Калентьев Иван Сергей. Так, Калентьева мы разобрали. Иван Сергеевич получил оценку за чтено. Кибец Валерий Григорьевич, прошу прощения, город Цюрих. Так, Валерий Григорьевич не первый раз там пишет, так что товарищ уже нам знаком. Так, пишет про второй вопрос. Единство единичного, особенного и всеобщего в понятии. Вот вопрос-то у нас как-то стоит. Единство единичного, особенного и всеобщего в понятии. Моменты, понятия. Так. Отключаем. Категория единичная наиболее богата, как определение, так как содержит в себе всеобщее и особенное, то есть отрицается дважды. Каждая категория содержит в себе одновременно и остальные. Ну вот мне не очень понятно, что значит наиболее богато, тем более как определение. У нас вообще тут речь про определение не идет. Кстати говоря, давайте этот вопрос мы немножко и подразберем как раз. Вот у нас мы в учении о бытии говорили об определении. И определение это было качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. То есть это такое качество, которое сохраняется во всех изменениях данного нечета и активно противостоит переходу данного нечета в иное. Это вот в точности то, что я сказал, когда говорил про определение. И вроде бы, когда мы говорим вот в точных науках, вы везде увидите определение, 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 там в математике, да, определение, определение. А понятие это нечто большее все-таки. Вот здесь есть эта грань, что когда мы говорим о понятии, оно тоже содержит в себе определение, конечно, потому что оно содержит все то качество, которое сохраняется во всех изменениях и которое противостоит переходу в иное, но в понятии должна просвечивать именно сущность. Например, давайте приведем какой-нибудь пример. Какой пример можем привести? Вот человек. Мы можем говорить, что человек это мыслящий разум. Это будет определение человека. Потому что то, что он мыслит, это сохраняется во всех изменениях. Пока человек мыслит, он есть человек. И как раз то, что он мыслит, не дает ему перейти в иное, в что-то другое, в животное, в дерево, условно говоря. Это именно то, что он мыслит, его отталкивает от иного. Противостоит переходу в иное. Но здесь, если мы говорим... Но это не является понятием человека. Почему это не является понятием? Здесь никак сущность не просвечивает, а как определение подходит. Если мы берем и определяем человека, как существо разумное, общественное, говорящие, трудящиеся, то здесь уже можно говорить, что это понятие человека. А почему? Потому что здесь просвечивает его сущность. В чем сущность человека заключается? В общественных отношениях. И мы вот прямо, во-первых, говорим сразу же, что это существо общественное. Но как бы этого недостаточно сказать. Здесь сущность вылазит в разных моментах. Первое. Второе. Мы говорили, что такое общественное отношение? Что такое общественное бытие? Это общественное производство. И на самом деле общественное отношение – это отношение по поводу производства. Это не отношение, условно говоря, родителей и детей. Общественное отношение – это отношение по поводу производства. Значит, для того, чтобы эти отношения по поводу производства состоялись, нужно на этом производстве быть. То есть нужно трудиться. То есть то, чтобы человек именно животное, трудящееся и обуславливает проявление этой сущности общественных отношений. Того, что это существо общественное именно через труд. Труд, как мы знаем, сделал из обезьяна человека. И здесь как раз это общественная сущность человека и проявляется. Потому что с одной стороны трудиться нельзя в одиночку. Да? И вот эта общность труда, она проявляется как сущность человека. Ну, вот все-таки обезьяны-то они вон какие задоволы взял по руке. Ну и что? Ну и как они трудятся? Что такое труд-то? Нет, ну, может быть, это труд все-таки. Труд у нас подразумевается в конкретном смысле. Мы тут по понятиям разговариваем. Что такое труд у нас? Что это такое? Честно, это сознательная деятельность по присвоению предметов природы. Сознательная. Ну, любое сгонное оно, если конкретно, оно... Сознанием оно не обладает. Нет. Ну, деятельность вполне себе осознанная. Нет. Любой хищник он осознанное действие совершает. И что, он трудится, что ли, в этом смысле? Нет, он не трудится. Нет. Нет, ничего он не думал там. Ничего он не думал. Вот когда вы докажете, что он там думал, когда он сможет выразить то, что он думал, тогда мы будем говорить, что это была осознанная деятельность. Он предметы природы присваивал, конечно. Но осознанной деятельности здесь не было. Вот. И когда мы говорим все-таки о труде, мы имеем в виду еще то, что человек трудится не один. Трудиться один не может. Он может трудиться только в обществе. Потому что этот труд, который, какой бы вы не взяли, какую-нибудь деятельность человека, которую мы называем трудом, она посредствована обществом. Если я возьму мотыгу и пойду один, вот я один такой, как у нас некоторые любят товарищи, говорить, вот я один, все сам сделал, все, вот такой, весь сам, только я, только сам. но он как бы не замечает, что вокруг-то все это, оно откуда-то взялось, это мотыга даже, с которой я пошел окучивать картошку на своем участке, где я ее там посадил, она же откуда-то взялась, значит, мой труд опосредственно обществу в этом смысле. Так что здесь общественная деятельность и общественная сущность человека, она вот прям проявляется. Штора Бинзон. Ну, это как делаем, где он взял-то свою мотыгу? Он же с корабля все взял, не нашел, или нет, он все взял, если бы он там не, к ним, к обломке там корабля, этого не приплыли, он бумер, там через три дня. Так что его деятельность очень так же обусловлена и опосредственно деятельностью всего человечества. В общем смысле. Так если она не-не-не-не-посредственно, что ж он их не выкинул-то? Что ж он их использует? Мы не укончились, но это была база для создания нового материального ввода. Так, давайте идем дальше. Все тут понятно. Абсолютная идея раскрывает нам товарищ, мы говорим о Валерии Григорьевиче Кибец. Валерий Георгиевич, Григорьевич, прошу прощения. Так, для познания абсолютной идеи необходимо соединение науки с практикой. Да, почему только для познания? Что такое познание абсолютной идеи? Я бы говорил все-таки не о познании абсолютной идеи, а о реализации абсолютной идеи, потому что идея это мысль, еще раз, выражающая, отвечающая на вопрос, что делать. И она не познается, она реализуется. Эта мысль, эта идея должна реализовываться. Да, то есть получать какую-то реализацию. И в этом смысле абсолютная идея реализовывается, когда человек или человечество познает мир и когда оно его преобразовывает в соответствии с этим познанием. Поэтому не только познать, вот не надо здесь ограничиваться только как бы знанием. И познание это больше про идею истины. Вот идея истины это как бы познать. А абсолютная идея это она должна реализоваться. То есть должно произойти все-таки преобразование мира. Андрей Клюшенков. Понятие есть снятое бытие, через которое просматривается сущность. То есть понятие получается после снятия сущности. Но опять просматривается. Вот мы когда говорим просвечивает мы не говорим же просвечивает просвечивает ся. То есть просматривает ся кто-то просматривает ее получается. Или значит здесь надо говорить через которое просвечивает сущность. Так будет более точно. Понятие всеобщее суждение особенное умозаключение единичное. Я вот этого не очень понимаю что вы тут хотели этим предложением донести. Но тем не менее других ответов достаточно для того чтобы получить оценку за чтеном. Кобельков Александр Эдуардович город Дзержинск. Тоже Александр Эдуардович делает такую же идеализацию как бы да субъективизацию. При изучении любого предмета мы берем его как бытие потом мы проникаем в сущность этого предмета когда мы рассматриваем сущность мы берем категории сущности как бытие находимся в сфере сущности то есть как будто мы плывем по этим категориям и в некотором смысле наше сознание действительно отмечает это движение как нечто внешнее но на самом деле это самодвижение этих категорий они сами сами движутся мы только фиксируем их движение и именно в этом заключается самодвижение материи материя тоже движется в этом же соответствии она обуславливается самодвижением а не просто то что мы берем мы движемся мы констатируем и так далее феликс анатольевич колчев идея истины адекватная действительности понятия то есть бывают адекватные понятия а бывают неадекватные понятия здесь надо тоньше и четче выражать то есть понятие которое соответствует предмету в нем отражены основные определяющие развитие моменты и продукт их противоречия что такое основные определяющие развитие моменты сколько их почему они основные почему только основные должны быть выражены нет понятие это бытие через которое просвечивает сущность если вы дали бытие и через него просвечивает сущность то тогда это понятие никакой там продукт противоречия там специальным образом объективность идеи истины достигается через реализацию практика критерий критерий истины но практика действительно критерий истины а что такое объективность идеи истины вообще говоря идея истины она субъективна то есть она к конкретному человеку применимо так михаил дмитриевич кузнецов содержанием абсолютной идеи является процесс развертывания логических категорий который служил предметом рассмотрения логики ну здорово то есть вы как бы так просто увидели что в самом конце абсолютная идея как категория стоит и вы сразу же говорите что можно определить абсолютную идею как развертывание все категории до этого это конечно хорошо это правильно можно сказать но в целом это не является содержание категории вы не раскрыли таким образом абсолютной идеи валерий алексеевич ларионов отличительной чертой понятия является всеобщность отличительной чертой от чего непонятно идея благо эта сторона идеи первое есть познание того с чем предстоит дело второе понимание направление преобразования к лучшему и развития то есть у идеи есть какие-то стороны вот тут нету никаких сторон у идеи и у абсолютной идеи есть моменты а идея благо никакой стороны у них сторон у нее никаких нет абстак абсолютная идея и туда бы тоже перешли к гигелевскому идеализму так дух приходит к познанию самого себя достиг жить понятия дух возвращается к непосредственности все это прекрасно за исключением того что это идеалистический хлам который можно выкинуть от него от того что вы выкинете ничего не изменится в стройности науки логики и движения диалектических категорий так савелий владимирович макаров тверская область город кимры идея истины действительная цель достигаемая при помощи средств каких средств не очень понятно виталий валентинович орлянский благо это субъективное понятие ценности но опять вот про ценность мы это уже говорили откуда бы это взяли не знаю абсолютная идея это совокупность всех идей но здравствуйте нет это единство идеи благо и идеи истины они совокупность всех идей снегирев сергей город пролетарск всеобщее общее сходное отвлеченные от единичных и особенных явлений свойства признак на основании которого предметы явления обиде объединяются в тот или иной класс вид или род ну какая-то какое-то нагромождение тут получается у вас надо формулировать более точно идея благо это одна из основных ценност одна из основных ценных категорий здорово говорить выражающее состояние осуществленного бытия как конечной цели человеческих устремлений но мы разбирали этот вопрос уже здесь достаточно подробно и то что вы пишете она можно сказать правильное но не истинное станевич айгар алексеевич под истиной понимают прежде всего то что я знаю как нечто существует а это вот мы где-то уже видели это однако истина лишь по отношению к сознанию или формальная истина это голая правильность истина же в более глубоком смысле стоит напротив том что объективность тождества с понятием я не исключаю что это где-то в примечаниях гигеля такое такие рассуждения есть они в принципе правильные как бы в этом тут нет ничего такого но они не отточены как основном тексте абсолютная идея осуществляющаяся в мире не есть неподвижная покоящаяся субстанция а есть начало вечно живое и развивающаяся абсолютное есть диалектический процесс все действительное изображение этого процесса непонятно почему абсолютная есть диалектический процесс все-таки абсолют это то что взято без всякого опосредствования Вот категория абсолютного – это то, что взято без опосредствования. Ну и здесь в этом смысле абсолютная идея так и имеется в виду. Если вам нужно самое-самое последнее, без всякого опосредственного, берите абсолютную идею. Вот в этом смысле она абсолютная. Так, Иван Андреевич Трошин. Абсолютная идея, идея, выражающая полноту всего сущего. Подоенная реальность. Что за реальность, которую подоили, я не знаю. И даже не понимаю, какое слово вы здесь имели в виду. Но реальность вряд ли можно подоить. Так, идея, выражающая полноту всего сущего. Сущие – это то, что взято непосредственно. Нет, она не выражает полноту всего сущего. В каком смысле? Идея истины, идея соответствия предмету. Соответствия чего предмету? Понятия все-таки. Идея блага заключается в том, что само по себе благо не имеет силы. Так как благо при отсутствии права не есть добро. И наоборот. Право не есть добро при отсутствии блага. Благо не единичное, а всеобщее. Но здесь вот вы тоже пытаетесь как-то вот это слово «благо» развернуть. И вы приходите к понятию добра. А понятия добра, категория добра, она точно так же. Категория добра и зла – это категории классовые. Они не абсолютные. Их нельзя взять. Они не всеобщие категории. Что для какого-то класса есть добро, для другого класса есть зло. Так что отсутствие эксплуатации для класса рабочего – это добро. А для класса буржуазии, очевидно, это зло. Отсутствие эксплуатации. Так что это категории не всеобщие. И вам через них никак благо не определить. А благо можно определить только через категорию развития. Если вы берете категорию развития и берете момент прогресса, тогда вы и оттуда все за ниточку сможете вытащить. Так, ну вот работа, которую я поставил, не зачет. Тут товарищ пишет. Теория истины заключается в самосогласованности, непротиворечивости объекта самому себе. Ну здравствуйте. Как это непротиворечивости? Мы знаем, что все в мире противоречиво. Более того, мы это противоречие должны вскрыть, раскрыть его. Есть вообще говоря такое направление в кавычках, в современной мысли. Некоторые левые, которые даже, ну которые называют себя левыми, они признают диалектику, так сказать, они за диалектику. Но говорят, что все противоречия, которые вот в диалектике диалектика изучает, это просто так сложилось, что наш мозг так слабо устроен, что мы не можем выразить всю полноту бытия. И поэтому у нас в отражении, то есть отражение имеет противоречие. А в самой материи никаких противоречий нет. Никакого противоречия нет. Просто вот так отразилось, криво, мол. И вот в этой диалектике там противоречия есть. А в самой материи противоречий, мол, нет. Вот такая, ну естественно, это идеалистическая картинка, которая отвечает за то, что ни в коем случае нельзя искать противоречия в самой жизни, в самой материи. Ну вот, товарищи говорят, что это вы просто не можете понять. Все в природе непротиворечиво, просто поскольку вы не можете понять, у вас в голове эти противоречия отражаются. При этом животные будут к сверху. Нет, я не защищаю эту концепцию, я не защищаю эту концепцию. Я говорю, что она существует, как концепция антинаучная, безусловно, и идеологически вредная. Но концепция вполне себе, поскольку она выражает и согласуется с интересами определенных классов, то концепция активно проводящаяся в жизни. Здесь вроде как бы и делается реверант в сторону диалектики, но при этом противоречия жизни, они как бы не берутся как таковые. Вот, и вот тут товарищ пишет нам, что теория истинности заключается в самосогласованности, непротиворечивости объекта самому себе. Ну здрасте, все объекты противоречивы, все противоречивы, нам наоборот это противоречие надо скрыть. Благо это состояние осуществленного бытия, как конечной цели человеческих устремлений. Противоречие это благо, так как они движут прогресс. Ну это эклектика какая-то здесь написана у вас. Абсолютная идея является определяющей стубстанцией абсолютного разума. Вот как оказывается. То есть есть абсолютный разум какой-то. Абсолютная идея, которая определяет абсолютный разум, является первоосновой и сущностью всего материального и духовного мира. Странно, что у вас мир тут двойственный. Материальный и духовный. Вообще хорошо бы только, чтобы он духовный был, если у вас есть абсолютный разум. Зачем у материальный мир вообще? Именно абсолютная идея – это принцип правильной философии, правильного опознания абсолютного идеализма. Ну спасибо. Значит, я все-таки думаю, что здесь вам нужно, товарищ дорогой, послушать еще раз лекцию, послушать то, что мы разбирали сегодня на занятиях и ответить заново на поставленные вопросы. Ничего страшного, это процесс обучения. Все мы допускали ошибки при обучении, в этом ничего страшного нет. Значит, нужно подать ответ заново. Цандо. Максим Михайлович. Город Минск. Абсолютная идея – это бытие, не приходящее в жизнь, знающее себя истинно и вся истина. Ну, так сказать, общие слова, об абсолютной идее так можно говорить, но определением категории абсолютной идеи это не является. Механизм. Так, Вячеслав Михайлович Лазарев. Механизм – внешнее соединение частей без сущности, которая из собирает. Что, какой сущности, которая из собирает, непонятно. Читайте то, что вы написали, товарищи. Написали, прочтите. Химизм – более высокая форма соединения, соединение на молекулярном уровне. Ну, вот здесь опять привели, привели, свели вопрос к молекулярному уровню, к молекулам каким-то. А на самом деле там просто есть части. Можно считать, что это молекулы. И тогда это будет действительно химия, то, что мы понимаем. Но химизм как таковой, он про молекулярный уровень ничего не говорит. Это части, которые имеют внутренние связи друг с другом. И монетно присущие. Все остальное – хорошо и правильно. Так, это все, что я хотел на сегодня разобрать из тех работ, которые прислали по интернету. Значит, товарищи, разрешите, я не буду зачитывать всех тех, кому я поставил зачет. Зачет – это порядка 75 работ, которые пришло. Вот я всем, кто пришел, все те работы, которые пришли на 5 часов вечера сегодня, 6 часов вечера даже, 6 часов вечера, я проверил их и поставил всем зачет, кому-то зачет с замечаниями, кроме одной работы. Поэтому все товарищи молодцы, кто отвечал, кто даже ошибался, это тоже хорошо, вы не ошибаетесь, кто-то ничего не делает. Поэтому изучаем диалектику, продолжаем ее изучать. Какие-то ошибки будут обязательно, они у всех случаются, но через ошибки, через такое штудирование мы все больше и больше будем проникать в диалектику. Какие есть вопросы? У нас есть некоторое время для того, чтобы ответить на вопросы, если они, конечно, есть. Если вопросов нет, то… У меня такой вопрос. Мы все время говорили о идеализме и материализме, а какие понятия идеализма и материализма? Значит, смотрите, вообще как бы разделение, философское разделение на материализм, и идеалистов впервые, как мне известно, дает Энгельс, вот он разделил, он прямо так, по-моему, где-то и написал, то ли, по-моему, в Антидюринге, что философские… Есть две философские фракции материалисты и идеалисты. Значит, материалисты говорят, что материя первична, идеалисты говорят, идея первична. Но под идеей здесь можно понимать дух, сознание, как это сейчас сегодня модно, говорить-то, как-то они называют, это какая-то матрица у них, информационная матрица, они как-то говорят так сейчас, то есть они бога, фактически, заворачивают просто в другую оболочку и как-то по-другому его подают. Идея, это все это тоже, идея дух, бог, там вот эта матрица информационная, там еще что-то, это все идеалистические течения. Идеализм внутри себя подразделяется тоже на две части. Первое, это субъективный идеализм или салепсизм. Все, кто здесь сидят, у меня просто в голове, значит, я вас, товарищи, просто придумал, поэтому спорить со мной, собственно говоря, бесполезно. Что бы вы мне не говорили, поскольку вы просто отражение в моей голове, что я буду спорить со своими отражениями в своей голове. Вот такой субъективный идеализм, проводником которого был изначальным идеологом епископ Беркли. И с такой концепцией поспорить вообще нельзя. То есть, логически ее опроверовать нельзя, как и нельзя логически опровернуть объективный идеализм. То есть, объективный идеализм – это абсолютизация всего до некой сущности, некого божества фактически, некого бога, на которого все можно свалить. Все, что не происходит, все, что я не могу объяснить, я объясняю при помощи бога. Духа, бога, кого-то еще. И такую концепцию, в принципе, логически тоже развалить достаточно сложно. Значит, сложно имеется в виду, что есть попытки, значит, есть такие попытки развалить эту концепцию при помощи доказательства так называемой второй теоремы Гёделя о неполноте. Значит, мы не будем углубляться, но вот я такие попытки видел, и, в принципе, логика в этих попытках есть. То есть, там берутся, это чисто такое логическое доказательство, но, тем не менее, я бы не стал, не рекомендовал углубляться в это доказательство. В целом, здесь идет спор между вот этими двумя фракциями, идеалистами и материалистами, не потому, кто кого логически опровергнет. Логически все-таки идеалистов, скорее всего, провернуть нельзя. Но, вопрос возникает в том, какие можно сделать выводы из философских оснований идеалистических и философских оснований материалистических. Из материалистических оснований философских следует исторический материализм, то есть, диалектический материализм, примененный к истории. Из идеалистических оснований следует все, что угодно, в том числе, исторический идеализм. В том числе. То есть, например, рассказы о том, что все в человеческом обществе решают гениальные личности. Вот все. Есть такая концепция, что есть точки бифуркации, точки появления гениальных личностей, которые решают и вершать человеческую историю. Поэтому мы сидим, дорогие товарищи, вместо кластовой борьбы занимаемся тем, что мы ждем точку бифуркации. То есть, ждем той гениальной личности, которая всю историю и поменяет. Вот какие выводы, собственно говоря, из материалистических концепций получаются. А из материалистических концепций следует то, что тот вывод, который следует из всей теоретической научной деятельности Маркса и Энгельса. Маркс писал в письме Иосифу Вейдемейру, что его работа сводится, его вклад в науку сводится к трем вещам всего лишь. К трем. Когда вы слушаете современных идеалистов типа Хазина, Хазина, он все время Маркса перевирает, заметьте, что Марксу только не приписывает. Как раз для таких товарищей, для таких граждан Маркс сам написал, что он в науке сделал. Сделал он три вещи. Первое, доказал он следующее, что существование классов связано с определенными фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что это диктатура пролетариата есть только переходный период к уничтожению всех классов и к обществу без классов. Поэтому когда вам начинают рассказывать про то, что Маркс доказал конечность капитализма, так они очень аккуратно это пытаются делать. Конечность капитализма, еще что-то. Нет, Маркс написал, что он доказал и как. Маркс показал, классовая борьба ведет диктатуре пролетариата. Поэтому, дорогие товарищи, ревизионисты всех мастей, никак вам из марксизма диктатуры пролетариата не выкинуть. Потому что Маркс сам это написал не 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 получилось. не шмогла. Так вот, я к чему говорю, что из тех материалистических обоснований и тех философских материалистических обоснований, которые есть, на которых стоит марксизм, следуют вот эти три вывода. Из других обоснований, из идеалистических можно делать любые выводы, например, естественный вывод о том, что капитализм бесконечен. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, разница между этими двумя философскими фракциями заключается только в тех выводах, которые делает одна фракция и другая фракция. Тут уж как бы вы можете выбирать любой, какой вам нравится. Ну, нравится вам, что капитализм бесконечен, выбирайте идеализм. Можно же сказать, что идеализм он просто скажем так фактически ничем не подкреплен, материализм все-таки подразумевают развитие человека. Так вам идеалисты скажут, что на все воля Божья. Вы чего? Нет, мы же развиваемся на все на это воля Божья. У нас наоборот цель есть, и мы можем сказать. Это не ваша цель, это воля Божья. Ну, то есть как у меня тут проверено. Это неосознанный труд получать. Нет, конечно, вы неосознанный. Вы, вам, вам, товарищи в церкви разъясняют, что есть паства, есть пастырь. Паства овцы. И у них есть пастырь. И вот ваш пастырь ведет к Богу всю жизнь. Так что о какой осознанной деятельности вы вообще говорите? Овцы. И, пожалуйста, проследуйте к Богу в лоно Божье. Это субъективный идеализм. Ну, нет, это объективный идеализм. Почему объективный? А это объективный идеализм, и кто-то не субъективный. Не должно быть тогда доказательства Бога. Зачем? Вы должны верить. То есть, еще раз, логически здесь с этими товарищами логически спорить бесполезно. И заметьте, в работе «Материализм и империокритицизм», в ленинской работе, он именно показывает и как из разных предпосылок что следует. Он показывает, что следует из предпосылок, если вы стоите там на позиции епископа Беркли. Он показывает, что стоите, если вы что следует из этих идей Маха, хорошего физика, но в философию, абсолютного профана и так далее. И что он показывает, вот именно то, что я рассказал, это вот содержание материализма и империокритицизма. Вот. То есть, определить то точно категориями, что вот это, это, а вот это то, и так вот доказывать это здесь не получится. Именно все на выводах из философских концепций. Ну, как бы разница в выводах именно, а не в основаниях. Логически оправливать основания не удастся. И мы не собираемся это делать. Дорогие товарищи, кто хочет быть объективным идеалистом, милости просим. Еще вопросы? Так, если вопросов нет, тогда спасибо. Занятия на сегодня заканчиваем. Спасибо. Спасибо. Это как-то связано с статьей, не статьей, а помещением Гегеля о непостижимости начала. Вот это то, что нельзя сказать, что конкретно. Что, что связано? Ну, именно, что в основе лежит идея или материя. Да, да, ну, то есть, вот Гегель хочет, чтобы в основе лежал дух. Все начиналось с духа. Дух развился, или абсолютная идея развилась до материи. Материя опознала себя, дошла до человека, человек познал материю и таким образом познал абсолютную идею. Вернулся к той самой абсолютной идее, к духу. То есть, дух познал сам себя. Вот этот круглород. Как мы тут видим, духа выбросили, ничего не изменилось. Но если вам нравится духа иметь в самом начале, в самом конце, то добро пожаловать, никто от вас не может заставить отрицать то, что этот дух есть. у него просто просто казалось, что вот, насколько я помню, что у него в основании он говорил, что нужно оставить в основании, то есть вот это начало. Я ему говорю, что оно настолько как будто бы невозможно взять что-то одно, потому что оно как будто бы двойное. И что, типа, если вы хотите, сами разбирайтесь. Ну, да, он психийно Гегель материалист. Понятно. Он как бы идет к материализму. Видно, что он идет к материализму везде. То есть он высмеивает такие субъективные идеалистические представления. Он их высмеивает просто. Но он не дошел до материализма не потому, что он какой-то неплохой, а человечество к тому времени до материализма еще не дошло. Тогда еще Фейербаха не было, который вот хотя бы созидательный материализм созидательный такой не созидательный, а созидательный, извините, материализм вывел, ну, как бы открыт. Здесь же не было, не было. С физикой, с наукой связанной ведь это только в том числе, конечно же, конечно же, 20-30 конечно же, и с развитиями и с развитиями науки. Они были учаственны во многом основаны на это же философии. Смотрите на недоказуемость идеализма, то есть нет смысла это разбирать? Не, ну вы можете, меня это интенсивно просто, это забавно. А что это можно почитать? Ну вот почитайте доказательства теоремы Гёделя о неполноте, вторая теорема Гёделя о неполноте. Забавное доказательство, там, так же, в принципе, я её узнал, мне просто её рассказывали на логике на Матмехе, на курсе логики. Я понял. Есть, сейчас, извините, есть какое-то такое, ну, общепонятное изложение этой концепции, по-моему, очень умный товарищ из своей игры, как его зовут-то? Вассерман, где-то рассказывал, то ли у Гоблина, то ли, ну, он как-то очень популярно это объяснил, просто, но на самом деле под этим простым объяснением лежит математическое доказательство теоремы. А Глеблян? А? Глеблян? Нет, нет, его может понять, вот я его понял, там, студент третьего курса, я понял это доказательство. А вот именно, но это уже ответ на вопрос, что логически нельзя обосновать. А был кто-то, кто, ну, как бы разложил, что, ну, это недоказуемо и поэтому Гедрид придумал как бы объяснение? Нет, я такого не знаю, да и не занимались, вот как бы философы, они вот с момента Энгельса поняли, что этим заниматься бесполезно. То есть, а как-то, ну, опровергать совершенно бесполезно. Я вот именно, чтобы понять, что это бесполезно, нет. Нет, это следует из истории науки. История науки следует. Есть выводы некие, и так как эти выводы приводят к тому, что, ну, вот мы приходим, из этой предпосылки мы приходим к этим выводам, а из этой предпосылки мы приходим к этим выводам, дальше как бы, ну, дорогие товарищи, дальше все понятно. Если вы обратите внимание на классы, которые в обществе очевидно есть, и в зависимости от того, на позиции какого класса вы стоите, было сразу же понятно, что тот, кто стоит на позиции этого класса, выбирает идеализм. И его никак не избить с этого идеализма, потому что его интересы, объективные интересы, защищать интересы реакционного класса. А интересы реакционного класса никак не защитить, кроме использования философской силухи, которая является субъективным идеализмом. Нет, получается, что идеализм замораживает, он отрицает развитие. Нет, идеализм не замораживает ничего. Еще раз, из идеализма можно выводить все, что угодно фактически, в том числе... Нет, развитие. Считается, что как бы оно уже есть, высшая сфера, она уже развилась, и она все состоялась. Еще раз, из него можно следовать все, что угодно. Поскольку из него можно сделать любые выводы, эти выводы в основном используют для оправдания реакционных классов. Исторически так сложилось, так история философии развивалась. А разве нельзя тогда сказать, что бесполезно спорить с идеалистами? Если их нельзя... В целом, конечно, бесполезно. А зачем вы с ними спорите? Он же отрицает развитие, как можно с ними спорить. Ты ему просто обвиняйте знания, а он... Подождите секунду. Вот смотрите. Смотрите. Это... Я просто извеюсь, мне нужно потихонечку собираться, мне нужно идти. Но я просто собираюсь, объясню вам. Значит, вот как Ленин говорил о том, о вопросе Риги. И вопросе Риги в партии, например. Можно ли в партию принимать товарищей, которые стоят на идеалистических позициях? То есть, они религиозны. Он отвечал, можно. Если это не мешает вести партийную борьбу. Если им это не мешает, то, пожалуйста, сама жизнь его от этого, от объективного идеализма отвернет. Если он будет вот в этом, в гарнире борьбы, классовой борьбы участковой, то сама жизнь отвернет его от объективного идеализма. Поэтому, и самое главное, не надо с ней спорить. И надо его убеждать. Наоборот, вы ему... Вы когда пытаетесь убедить, например, верующего человека, в том, что Бога нет, это самое худшее занятие, которым можно заниматься. Самое худшее. Ну, это тогда момент просто идеализма у человека. Ну, то есть, дворе борются как будто бы два момента. Никто там не борется. Он... Никакого... Может, там никакой борьбы нет. У него есть заблуждение просто. Так, а все любые заблуждения – это идеализм? Нет. Почему? Ну, потому что они тоже... Есть ревизионизм, например, есть ревизия марксизма, да? Она может... Основанием может быть... Материализм. Есть, конечно. Но неправильные выводы. Вы можете делать неправильные выводы. То есть, логически делать неправильные выводы. Так это ошибки, понимаете? Ну, ошибки, да. Ошибки, да. Но если я... Я надо исправить. Специально их делаю? Если я специально делаю, то это ревизионизм? Ну, так это... Отказ от диктатуры пролетариата – это ошибка. Но это изменение сущности. Это изменение сущности. То есть, определяющим становится то, что ты идеализм. Нет, если человек не умышленно делает ошибку, как он сущность поменял? Просто его сущность была ошибочной изначально. Было сказано, что в 61-м году изменилась сущность. Нет, вы же, если вы обвините. Но ее изменяли конкретные сущности или сущность государства. Да, там ее меняли сущность-то конкретные люди с конкретными целями. Вот. Они были ревизионисты. Это разная сущность? Сущность человека и сущность государства? В смысле, то есть, сущность сущности. То есть, можно стать убийцей, просто убит. Там нет никакого перехождения. Есть сущность человека и сущность государства – это разные вещи. Сущность государства в диктатуре господсвящего класса, а сущность человека… Ну, как она меняется, сущность? Так, и что в одном моменте, да? Ну, в том смысле, что, например, идеалист, он прямо знает, что он идеалист, и это просто заблуждающийся человек. Сейчас, какая сущность… почему сущность меняется? Ну, вот вы говорите ревизионисты, у них материальное определение и характеры идеалистические. А потом… Ну, у них характер, они по характеру, они будут очень хорошие люди. Не, ну, то есть, это же отрицание их материализма, то, что они ошибки делают. Ну, значит, это их характер. А он какой? Идеалистический характер получается. И что? Ну, а потом они становятся ревизионистами, то есть, их характер приходит в определение, они стоят за… Да, а может быть, наоборот, может определение изменить характер, может быть, характер мерзкий, поршивый, а по определению человек хороший. А определение может изменить характер? Конечно. Конечно, и он привел в свой характер то, что проявляется только вовне. Что такое характер? Это определенность, которая есть лишь бытие для иного, то есть, вовне тут проявляется. Я могу орать на всех, там, быть мерзким человеком, но при этом быть коммунистом. Но потом я приведу свой характер в соответствии с определением, и у меня будет характер тоже коммунистический. А разве это не будет у него отрицание этого коммунистического, все равно проявляется как характер, то есть, ну, недостатки? Нет, когда мы говорим про недостатки, мы все-таки говорим, когда мы говорим про противоречия, это разные все-таки сферы. Когда мы говорим про определение характера сферы бытия, когда недостатки, это уже сфера сущности, это разные сферы, их надо различать. Продолжение следует...